И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, всё так же с модом Ark Come The Life. И сегодня я бы хотел вам рассказать о маленьком дюпе ресурсов. Не знаю, выйдет ли это как полноценная серия или просто как бонус, но в целом хотелось бы вам рассказать, учитывая, что многие люди об этом мне уже писали. Как говорится, почему бы с вами этим не поделиться. Когда вы имеете уже достаточную развитость и имеете дробитель, промышленная дробилка, кстати, нужная штука, как оказалось, особенно с модовыми серверами, где выпадают всякие типа шлаки сёдла, всякие инструменты тонны и всё в таком духе, очень полезная штука, как оказалось, и в целом очень даже удобная. Но давайте немножечко расскажу о ней для начала, чтобы понять, что она из себя представляет. А там дробит ресурсы, дробит, дробит ресурсы. Извиняюсь. Покажу вам на примере фундамента. Ой, я опять на русском пишу. Фундамент. Создаём. Блин, а 4 фундамента же, господи, чё я, чё я взял ресурсов так мало. Такс, такс. Ой, да, всё правильно. Вот, создаём 4 фундамента. Почему 4? Потому что дробилка возвращает именно четверть ресурсов, что это реальный показатель. Фундамент стоит 80 камня. Кстати, чё, чё смудрое там. Делим 4 фундамента, закидываем в себя всё обратно, грубо говоря. Создаём обратно один фундамент. И, собственно, получаем из 4 фундаментов лишь только один. Ну и ресурсов остаётся только 2 единички соломы. Каждый разломанный ресурс добавляет лишь только четверть. Но, имея тонны всякого хлама, который выпадает нам с обелисков и так далее, мы можем получить нехилый себе буст в этом плане. Да, дробилка, она стоит очень дорого. И не каждый может себе позволить её, я бы даже так сказал, вроде бы создание. Вот, промышленная дробилка, слиток металла 3200, кристалл 2000, цементная паста 800, нефть 600 и полимер 600. Да, это, конечно, проблема. Но, когда вы добываете его, то он довольно-таки себя быстро окупает на модулах серверах. И такие, как Arkham the Life, довольно-таки быстро окупает сами себя. Потому что вы сразу же получаете нехилый буст. В чём заключается сам дюб, можно так назвать, официальный дюб? Добыв немного ресурсов, вот таких вот, это 40 пороха, 10 кристаллов, 20 цементной пасты, 10 полимера, 12 металла и 1 матрикс-корр, мы можем создать мини-нюк. Но при этом она создается сразу же 30. А как мы помним, с одной штуки мы добываем ресурсов сколько? Ровно четверть. Что означает, когда мы ломаем весь стак, то есть всё, что у нас было, перемещаем всё обратно, то тем самым мы уже создаём не одну штуку, а 7. Тем самым мы получаем ещё дополнительные ресурсы и 210 ракет. Тем самым мы можем ещё больше доломать ресурсов и с 7 стаков, о, с 7, да, с 7 стаков, то есть 210 ракет, ну, назовём 7 стаков, можно так сказать, с 7 стаков, потому что они по 30, да, по сути всё правильно, мы уже можем создать 53 и тем самым ещё сильнее увеличить свои ресурсы. Тем самым мы дюбаем матрикс-коры, которые нужны, нужны нам ресурсы. Кстати, очень многие, которые из них нужны на постройки и так далее, цементная паста, к примеру, металл, полимер, это всё нужно, вот, кристаллы, это всё нужно для построек глаз-металл и просто металл-построек, что довольно-таки себе нехило. Особенно на серверах, это вам нехило поможет, если у вас нету вот этих вот жуков, которые дают те самые ресурсы. Ну, сами прекрасно видите и сами прекрасно знаете, так как это у меня есть на канале. Кто не знает, поищите на канале. Ну, или введите в поисковике жуки Арканзелайф и вы найдёте даже в поисковике Яндекса. Лично я находил практически одно из первых видео моё. Вот. Либо же, если у вас нету вот этих прекрасных обелисков. Опять-таки же, недавно на канале у меня выходило видео про эти Аркфэктори обелиски, и там всё про них рассказывается. Вот. Если бы их нету, то это вам даст нехилый буст. Ну, опять-таки же, даже если бы они у вас есть, то Матрикс, Коры, дюпать вам никто не мешает. Конечно же, есть вот такие вот Гарпинг-Хук, и, казалось бы, с них лучше всего дюпаться, да, типа, одна Матрикс Корра дают сто, о, тысяча штук. Но! Есть всегда одно прекрасное но. Оно не разбирается. То есть, она в целом не может разобраться, потому что она не хочет разбираться, так сказать, на компоненты. Но это не означает, что она плохой, так сказать, плохой инструмент в этом плане. Мне лично очень понравилось, так как благодаря ней можно просто перемешаться на очень далёкие расстояния на очень, точнее, за очень короткое время. Извиняюсь за прологи, но я слишком быстро переместился. Тихо-тихо-тихо. Полетел, да полетел-то куда? Да стой-стой-стой-стой-стой-стой. Тихо-тихо-тихо-сё. Вот. Как видите, очень быстро перемещаемся и без каких-либо заморочек. Винсерфинки, блин. Классные хуки, конечно, не знаю точное их расстояние, точное их дальности, но перемещаться по островам очень довольно-таки неплохо. И даже если у вас птерчик находится либо кто там в очень-очень-очень далёком расстоянии... Эй, ты что там, зацепился, что ли, за небо? А, нет. А то он всё летел в направлении неба. Вот. Если у вас находится в очень далёком расстоянии, то вы можете в него так аккуратненько наметиться и стрельнуть. Ну и, соответственно, подлететь. То есть... из-за этого предмет хук, он не становится хуже, поэтому лично мне он очень нравится и весит они очень мало. Данная штука 001. Вот. Такой вот маленький дюб. Дюб не дюб, но, в общем, официальное дюб не предметов мы уже имеем. Я мимолётом поискал, но я как таковую не нашёл такие предметы, которые можно создавать, допустим, хотя бы по пять штук за стак, чтобы мы могли дюбать. Потому что, опять-таки же повторюсь, четыре предмета дают ресурсы на один предмет. То есть, разорвав четыре предмета, мы получаем ресурс только на один предмет. Кстати, такой предмет, как наркотик, он не разбирается. Как вариант стимулятора, тоже не разбираются. вот. Поэтому, как бы, единственный дюб заключается именно в этом, но это не означает, что в вашем моде, на вашем сервере нет чего-то подобного. Почищите внимательно, вдруг в тех модах, в которых вы играете, точно так же за единичку изготовления, ещё раз повторюсь, одна мини-нюк, то есть, мы тратим ресурсы как на один предмет, но получаем сразу 30. Так вот, если вы хотя бы получать будете сразу 5 предметов, то вы можете дюбать ресурсы. Если в ровно 4, вы вернёте лишь те ресурсы, которые вы затратили. Если в 3, меньше, то, соответственно, вы будете идти в минус. Но это не означает, что дробилка такой плохой предмет, и его нельзя никак использовать. Конечно же, можно. Берём, допустим, седло, вот это вот, с плохой бронёй. Закидываем его и ломаем. И получаем опять-таки же ресурсы, которые даёт нам, которые было затрачено на эти сёдла. Неплохо, да? А эта гадость нам падает очень нередко, особенно на модовых серверах. В общем, на этом всё. Надеюсь, я вам рассказал всё, что вас интересует. пишите в комментариях ваши способы, так сказать, в кавычках нечестно играть, но официально при этом, потому что этот способ, может, так сказать, официальный. Ну, дробилка же ломает, а Workbench АКБенч создаёт. Всё, на этом всё. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну, и, конечно же, делиться в моём виде со своими друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok